Бокертов, друзья, мы с вами находимся буквально на предпоследней мишне заключительной главы Баба-Батра. Уверенно движемся к Сиуму Масехты. Не знаю, получится сегодня или нет, но давайте сделаем мишну, которую мы начали в прошлый раз и не успели закончить. Очень интересная мишна. Мы сказали, что если есть два брата, один бедняк, другой богач, и отец сам оставляет наследство, например, какой-то бизнес, например, баню или давильню для масла и так далее, а Сахар Лаэмса, то тогда, если он оставил ее для сдачи в аренду, они делят пополам доходы от аренды. А если он им сказал нет, получайте удовольствие, купайтесь в ней, давите масло. Тогда не имеет права заставить старшего брата богача, младший брат бедняк, сдать это в аренду. Может там ходить только купаться. Если были два человека в одном городе, и они были однофамильцы и одноименцы, мы сказали, то они не могут заключать между собой договор о выдаче займа. Почему? Потому что каждый потом будет говорить, что это не я брал деньги в долг, а мой однофамильец, вот к нему идите. И это приведет к разбирательствам. И третье лицо тоже не может ни одному из них выдать какую-то суду, потому что каждый будет опять-таки по той же причине. А если человек все-таки нарушил и дал одному из тесок суду, а потом нашел у себя в документах расписку на возврат этой суды, то он не может взыскать ни с одного Йосефа Бен Шимона, ни с другого. Так как же им быть? Ну как этим людям брать суду, мало ли? Да, еще, еще. Они должны делать следующим образом. Они должны либо написать Шимон Бен Ицхак Бен Яков, то есть на три поколения назад пойти. Но если три поколения совпадают, то есть полное совпадение, тогда пусть он напишет какой-то Симан. Мы говорили, Шимон высокий, Шимон длинный, Шимон черный. Да, то есть какой-то, но если они как бы и этим не отличаются, то есть оба среднего, никаких выдающихся нет у них, ни шрамов, ничего. Их ты ву коин, тогда пусть напишут принадлежность, может быть, одна из них коин. Да, Аумер Ливно, Бешан Мит Атом. А если нет, в Талмуде написано, пусть напишут уже до четвертого поколения. То есть пусть идут настолько назад, насколько это уже когда выделяется. Аумер Ливно. Теперь если человек говорит своему сыну. Штар Бен Штару Тай Паруа. Да, умирает отец, банкир. И говорит, слушай, у меня 10 документов, 10 займов. У меня взяли 10 людей. Помните, мы говорили, вот то, что Миша спрашивал вопрос. Тут небольшое уточнение. Говорит Мишна, что если отец перед смертью сказал, сынок, смотри, из этих 10 долговых расписок, одну мне вернули, не помню какую. Тогда не будет у сына выбора. Но у любого из должников, который скажет, что я деньги уже верну, ему придется поверить на слово. Выхода нет. Поэтому даже если они все 10 скажут, что не, я тот самый, который вернул, он с них взять деньги не сможет. Не надо их одно. Если, конечно, человек... 10, если скажут, я верну. Он понимает, что из них 9 врут. Но каждый из них, он же не знает, получается, ему надо доказать. Он хочет взыскать с человека деньги. А человек говорит, я тебе верну. Нет, ты докажи, что я тебе должен. А он не может доказать. Потому что сам папа сказал, что, слушай, сын, я не помню, реально кто-то из них вернул, а документ не забрал. Доверился мне. А я вот такой вот дырявая голова забыл, кто. Теперь, если у него среди 10 должников, да, в нашем примере, есть 2 суды от одного человека, тогда очевидно, что одна из этих двух судов по-любому еще должен. Ведь отец сказал, только одну мне вернули. Тогда что? Если одна сумма на миллион, другая на 100 тысяч, опять-таки, взыскать он может только меньше из двух. Почему? Потому что если тот второй опять-таки скажет. То есть это все отходит от того, что скажет должник. Если должник сказал, не-не-не, миллион я вернул, 100 тысяч, да, должен, придется ему поверить на слово. Теперь, если человек дает суду своему ближнему посредством гаранта. Такая постоянная практика, да, то есть когда человек приходит, говорит, должи мне тысячу долларов. Кто-то говорит, слушай, говорит, ну, у тебя сейчас нету тысячи долларов. С чего ты взял, что через месяц у тебя будет тысячу долларов мне вернуть? Он говорит, окей, ты мне не веришь, вот я привожу гаранта тебе. И гарант, какой гарант? Гарант говорит, если тебе должник не возвращает деньги, с меня возьмешь, я тебе верну. На этом основании, как бы, большая митцва, как бы, судодатель соглашается дать деньги. Лои парамина ареф. Нельзя взыскивать с гарантера, пока ты не разобрался с заемщиком. То есть нельзя сразу, да, вот пришел день, заемщик тебе деньги не вернул. Ты сразу побежал и гаранта бедного в суд и взял у него деньги. Нельзя. Ты сначала должен пойти и заморочиться с этим заемщиком, его принести в суд, обязать. Вот если он или суд подтвердит, что у него нет денег, он не может заплатить, окей. Тогда уже револьверно ты идешь к тому, кто прогарантировал сделку, он тебе вернет. Но сразу этого делать неправильно. Но если на момент выдачи суды ты сразу сказал, я взыщу с любого из вас. То есть я не хочу заморачиваться, давай так. Если ты хочешь деньги, и вот ты в день мне деньги не возвращаешь, я на следующий день с твоего гарантера деньги списываю. Если ты изначально так договорился, ты имеешь на это право, и сразу можешь гаранта, кстати, вот сейчас ГМАКи, да, я знаю просто, как работают ГМАКи, сегодня именно так пишут. То есть сразу пишут, что уважаемый гарантер, если вы гарантируете эту сделку, мы с вас эти деньги спишем, даже не будем разбираться. Да, потому что если этого не сделать, придется сначала разбираться, искать должника. А потом как гарант? Как потом гарант деньги забирает? Ведет должника? Это уже его дело. Раз он прогарантировал этого человека, значит, у него какие-то рычаги, он его родственник, или он просто готов был ему помочь. Это уже как бы личное дело. Так что такое гарант? Гарант – человек, который понимает, он говорит, слушай, ты ему не веришь, а я ему верю. Говорит, знаешь, я ему не верю, но, блин, если так уж получится, то, значит, я за него заплачу. Это и есть гарант. А он вернуть-то эти деньги-то может впоследствии? Так что нельзя сразу гарант отрасти. Ты должен сначала… Нет, вот прошла дата расчета. Ты сначала должен максимально постараться заемщика найти, привезти в суд, сказать, почему не возвращает деньги. Если суд скажет, ну, нет у него денег, тогда, суд нужен, да, тогда ты можешь пойти в гаранту. Но не всегда так. Если изначально ты сказал, слушай, я не хочу в суд, не хочу в это все, давай так, если он меня не возвращает через месяц, я сразу с тебя возьму деньги. Вот если так, я дам деньги. И они это подписали, тогда ты можешь сразу правильно сказать. Вопрос дальше. Если ты не делал молчанию, то нельзя. Что-что? Гарант в любом случае потом теряет деньги, если должник не возвращает. Не, ну, он потом может разобраться с должником. Ну, тоже через суд, так же. Да, он скажет, вот я его прогарантировал там. Как правило, понимаешь, как бы суд докопается до заемщика. У заемщика нет денег. Мы не говорим сейчас про злодеев. Мы сейчас говорим про человека, ну, реально нет у него. Вот он, как кто-то предполагал. Он тысячу долларов проел, деньги не заработал. Ну, что с него взять? Да. Поэтому есть гарант, гарант. Ну, теперь, как не знаю, будет с ним как-то решать вопрос. И видите, тут идет сноска. Это в ситуации, когда нет имущества у этого заемщика. Но если у заемщика есть имущество, ты не можешь пойти к гаранту. У него есть с чего взять. О, говорит, у меня нету тысячи долларов. И на Бентли разъезжай. Да, дом там, не знаю, в золоте весь. Что значит немущество? Почему мы пошли к Ареву? Гарантин. Все. Ну, значит, пусть продаст. Что там? Викиблана. И, ну, А, подпишись нахасимал. Товщина хреш, нахасимал. И, ну, А, подпишись нахасимал. 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 Сначала пойди в суд, докажи, что у него нет денег. Такой уровень. А есть второй каблан. Он говорит, слушай, любые проблемы у тебя. Сразу мне звони, я тебе заплачу. И тогда, даже если у него есть имущество, он звонит каблану. Сейчас он заморачивается, оценивает его имущество, продавать его вазы, продавать его машины. Он не хочет, но говорит, каблан. Вот на уровне, на условиях каблан я ему дам деньги. Если ты у меня обычный Арев, я так не согласен. Человек имеет на это право. Да, легкий вариант, ты не можешь взять с каблана ничего, если у заемщика есть имущество, ты должен, короче, тащить его в суд, то есть заниматься им. А мощный вариант, да, это каблан, все, я ничем заниматься не буду, ты потом сам бегай за ним, оценивай ему имущество, разбирайки между собой, вот он мне не вернул деньги, я списываю с твоего счета. Рабан Шмонбенгамлей говорит, Он говорит, слушай, если у человека, заемщика, есть имущество, тогда независимости ни от чего, обычный он арев, или он каблан, то есть он прогарантировал полностью, или только сказал, что я заемщик, нельзя взыскивать, говорит, малый человек сказал каблан, он что сказал, звони мне, если будут проблемы, да проблем нет, у него вон машина, забирай его машину, почему ты с меня берешь? Ну а Ханя идет, парабан Шмонбенгамлей. То есть Роман Шмонбенгамлей защищает арева, даже каблана. Он говорит, ну как, в любом случае нельзя забирать деньги у третьего лица, пока есть возможность очевидная взыскать самому заемщика. А Танакама защищает судодателя. На самом деле, в чем здесь идея работает? В чем здесь идея? Почему все эти законы? Мудрецы хотели, чтобы люди одалживали в долг. Пусть поймите, он же не дурак, у него сомнения по поводу этого заемщика. Ты ему начнешь руки выкручивать, нет, и потом за ним он скажет, слушай, не хочу, оставьте меня в покое. Не хочу ни тебя, не хочу никому ничего давать. Поэтому мудрецы хотели, чтобы люди давали деньги. Бедняк бедный говорит, да дайте мне деньги, я верну. Ему не верят. Поэтому мы, наоборот, облегчаем путь. Говорим, слушай, ты не переживай. Есть такое понятие каблан, каблан тебя вернет в любом случае. Например, ты мой близкий друг, да я за тебя, я уверен, что ты вернешь деньги. И я бы сам тебе одолжил денег. У меня сейчас нету, я бы тебе сам дал. Я говорю, слушай, пошли, у постороннего человека займет деньги. Да, и все, это я тебе занимаю и переживаю. Если будут проблемы, там через месяц у меня деньги точно будут, я с ним разберусь. И так люди смогут друг другу помогать, понимаешь. Одним именем можно помочь человеку взять суду, понимаешь. А если ты сейчас эту лавочку прикроешь, то кто? Он скажет, я ему не знаю, я ему не дам деньги. И тогда получится, что да. Поэтому мы хотим облегчить путь получения людьми суд. Гарантирует слово, что он занятие-то есть. Если он тоже такой же как он. Нет, это я понимаю, да. Гарантирует человек, о котором понятно, что он сможет легко. И вот такая ситуация. Смотрите. Человек является гарантом по ктубе жены. Хатан женится, значит, на девочке. Милая, в случае развода, миллион долларов. Я тебе плачу. Она говорит, милая. Вот она говорит, слушай, ты студент. Говорит, ты какая миллион долларов? Кто даст мне миллион долларов? Я не верю, что за бумажка такая. Где ты возьмешь меня? И тут папа жениха выходит и говорит, я, я, говорит. Аллахи же, кто подписывает договор. Кто гарант, ну это, кто выстануете? Ну вот я говорю, например, я говорю, например, отец выходит, я гарант, говорит, сделки. Что смешно? А в современном мире это так же? Да, конечно, если есть сомнения. Ну, свидетельные гаранты, свидетельные. Свидетельные, но это есть гаранты. Смотрите, в мишеке, бэр-алав арбуд, лэшалэм лэйшай, тактубаточка, таблэбалла, им лога я бедэ, а баалэшалэм. И это может быть необязательно. То есть, например, большая сумма денег. Тоже такое часто бывает. На момент свадьбы хатан миллионер. А кто знает, что через 10 лет они будут разводиться. Кто знает, может, у хатана не будет этих денег. Поэтому женщина изначально может сказать, милый, все замечательно, говорит, но, пожалуйста, давай какого-то привлечем гаранта, который мне эту сумму стопудово прогарантирует. У него страх, застрахуемся. Да, да, да. Если еще не просят, что положить заранее. Может быть. Я это не сгадал, у него страхи. Имеет право. А это за вынуды, если ты их положишь. И вот случилось самое страшное. Действительно, через 10 лет муж, не дай бог, с ней разводится. И нет у него, нет у него денег. Вот реально, вот мой добр разорился, все потерял. И все, она говорит, да не проблема. У меня тут имя, номер телефона. Звонит этому гарантеру, говорит, пожалуйста, тебе к выплате деньги. К этому отношению появится значение, если жена причина развода. Вот смотри. Шалова слышит. Смотри, что должно быть. Говорит мне что-то странную вещь. Ядерена онаа. Пусть муж даст недер, что жена никогда больше с него не сможет получать пользу. Она. Никакую. Что это такое? Мы говорим вообще о чем? Мы говорим о деньгах. Почему муж должен дать недер? Что жена никогда больше не получит от него пользы. Потому что они хитрые. Они сговорились. Муж у нас сидят. Муж и жена сидят, денег нет. А характерист, который пообещал жадный, деньги не дает. Они говорят, слушай, милая, мы же не коины. У нас какие проблемы? Я завтра с тобой развожусь. Говорю, что денег у меня нет. У меня реально денег нет. Мы, значит, этого. Тот вынужден тебе миллион заплатить. А я тебе послезавтра кольцо одеваю и ты снова моя жена. Проблем нет. И вот мы заработали семью миллион. Они могут договориться. Не может за него снова выйти. Может? Если он не коин, почему? Почему не может? Не может. Люди замуж за кого-то другого. Потом написано, если жена стала чужой женой, он уже никогда не может. А все то время, пока она ни на кого второго не вышла, можно ее вернуть. Спокойно. Через месяц, через два, через три. Офигенная схема. Ну, это схема четкая. Поэтому мудрецы предвидели эту схему. Они говорят, а, ты с ней разводишься? Хочешь, чтобы гарантер ей заплатил? Проблемы нет. Но знаешь что? Скажи, Недер, что она никогда не сможет тебя получить. Она это все. Это ложку помешать. То есть, они специально, что он никогда не сможет ее себе назад взять. Жены. Желиккинуния уже сразу распадется. Они поймут, что это раз и навсегда. После разведется, разведется. Али Хасим Шенаремжан. Хасим, ты что? Поэтому вот такие вот меры против схем черных. Да, на самом деле, как бы на этом примере мы можем понять, как можно подставить гарантера. То есть, люди такие, что-то, что-то, я верну, я верну, а потом четко делают и гарантера третье лицо кидают на деньги. Да, чтобы такие вещи как бы предупредить, да, вот такая вот такая вот есть антисредственная хушь. Да, а потом они поделят деньги, которые получили Минцарапан, что Могмад Габрель дуэгла арэв. То есть, в общем, Могмад Габрель переживает за это третье лицо гарантера, шел актуба, шел лоэ афсы, чтобы он не потерял деньги. И почему я прибыл изначально он подписывается, он подписывается, он подписывается, нет, нет, нет. Есть свидетель. Есть свидетель. Все говорят, мы видели действительно. Пошел. Мы свидетель. Как бы это. Они говорят, вы свидетель, деньги свои заплатите? А люди говорят, нет. Что мы должны? Мы просто свидетельствуем, что он обещал. Кто вы такие вообще? Почему я должен? Я просто свидетель. Хорошо, а не гарант. Она говорит, я не согласна. Мало ли, что он там языком. Кто? Тец, щенка. Я про гарантер. Отсюда веряют. Тогда это не кутуба. За сына. Ты сейчас про другое говорю. Смотри, кутуба, это обычный, на самом деле, по сути, договор, контроль. Контракт. Кто подписывает кутубу, два свидетеля, они должны быть неродственниками, которые должны, если, например, муж развиводится, жену, и он не отдает, они эти два свидетеля должны отдать эти деньги. Меня так говорят. Это да. Просто свидетельство. Они должны отдать. Это вы, да. Я уже такое слышу. Почему? Он говорит, я не хочу, я свидетель. Я знаю, сколько кто-то подписывал. Сейчас мне будут звонить, я буду эти миллионы платить. Нет, конечно. Я скажу, я свидетель того, что я видел, как ты это обещал. Все. Почему я должен за это платить? Гарант, это совсем другое. Да, гарант, это вообще может быть мапа. Это гарант. Это просто... бумага. Раньше куда-нибудь лежит. Ты перешел, у меня дядя, если торгово не зайдет. 24-й год, Москва. Кто гарант? Вообще, обычно такого нет. Если жена не попросила гаранта, она будет расти мужа. И если у мужа реально не будет денег, у него не будет денег. То есть она нифига не получит. И были такие забавные случаи. У садьбы, как бы мальчика подначил. Что такое 100 тысяч долларов? Давай, нормально, цифру напиши. Он бедный, ну ладно, 300, нормально, напиши. Он 500, он нормально. И реально, он написал миллион долларов, а потом у них не сложилось. И он говорит, да вы с ума сошли, у меня таких денег нету, я их никогда в жизни не видел. Откуда у меня миллион долларов? И там был большой разбиратель, 100 бедный. Он сказал, нету человека таких денег, миллион долларов. Жить теперь с ней что ли? Она такая. И нет, признали, что он не понимал, что он делал. Да, дали адекватную сумму, которая средняя там по рынку, как бы это. Что значит средняя по рынку? Средняя по рынку, по какому рынку? Я не знаю, рынок. Где там рынок? Это было целую историю. Оценивали, наверное. Как бы вы можете себе застить. И вот статус работаем. Мы просто аж мурашки готовы. Поехали. А ну-ка еще раз. Ничего не разобрал. Комирал мне guidance. Ничего не разобрал. Но я не подписал, что я буду отвечать землей. Все равно, когда-то Алло, алло, друзья, кто остался на трубе? Мы можем подключиться обратно, если у тебя там не хватает людей. Нет, нет, у меня все нормально, они остались, они остались. Я слышу. Да, вылетело просто, вылетело. У меня можно вопрос? Конечно. Вопрос такой. Есть такой принцип Лифнея Вер, да? Да, места, преграду перед слепым, да. Вот у меня вопрос по поводу все-таки вот этих должников, которые отец умирает и говорит, мне кто-то там должен был. Слушай, а кто, если такой принцип все знают, что если ты не отдал эту расписку, кто вообще будет в этом признаваться? То есть это как бы люди будут возвращать деньги, и потом все будут врать, что никто их не вернул. Мы говорим про ситуацию, когда, может быть, они не знают. Просто твоя рука слабее. Если получится так, что кто-то из них скажет, а я вернул, ты обязан поверить ему на слово, ты ничего не сможешь сделать. Если человек честный и скажет, слушай, нет, я должен, пусть платит. Но если он упрется и скажет, нет, я вернул, то, так как отец огласил, что один из людей вернул... Я думаю, если они все девять упрутся, вот такие афериты, скажут, что вернули... Так отец никогда не будет говорить, что кто-то ему вернул, потому что он будет понимать, что он не помнит, и по его вине никто не вернет. Потому что мы таким образом... Ну, как? Он знает, слушай, человек мне доверился, говорит, вернул мне деньги, я ему сказал, извини, там, не могу тебе сейчас вернуть расписку, он говорит, да ладно, я тебе верю, я что, его подведу, что ли? Ну, не помню я, кто этот человек. Это наш кейс. То есть, да, кто забыл, тот на себе ответственности несет. Ну, так отец и не будет признаваться никогда. Так это и отец никогда не будет признаваться. Знаешь, такую ситуацию никогда не будет признаваться. Мы говорим, что он признался. Ну, если не будет говорить, то воришка человек, ну, что можно сказать. Ну, тогда все, тогда пойдут ищут. Нет. Не вернул. Понимаю. Люди, понимаешь, они распоряжаются с твоими имуществами. Да, даже если у тебя, вот ты, например, я одолжил у тебя тысячу долларов. А ты потерял расписку. Ты не можешь потерял расписку. Я тебе... Ты не можешь снять тысячу долларов. Давай, Альберт. Ну, вот мы сейчас... Ты мне одолжил тысячу долларов. Я тебе ее отдал. Я говорю, что отдал. Ты мне говоришь, что вернул. Ну, мы с тобой пойдем в суд, например. Что? Я говорю. Благодарю. Она мне np. Спасибо. 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 Спасибо.